По самым скромным подсчетам в российском Азимуте 2013 приняли участие более 200 тысяч спортсменов. Свою лепту во всероссийские соревнования внес и регион номер 32. На Брянщине соберется 600 участников всех возрастных групп от 10 лет и до бесконечности. Самому старшему участнику будет в этом году 78 лет. На Брянщине много спортсменов-ориентировщиков, которые были и чемпионами Европы, и участниками чемпионатов России. У нас очень много уважаемых ветеранов, которые каждый год выезжают на старты зарубежные. В этом году поедет делегация в Италию на соревнования по ветеранам. Очень много на Брянщине спортсменов-разрядников, которые с достоинством отстаивают спортивную часть Брянщины. Российский Азимут – один из самых любимых стартов для ориентировщиков всех мастей. Несмотря на фактическое отсутствие конкуренции на этом уровне, даже опытные спортсмены стараются найти в своем графике возможность выйти на старт. Здесь у меня соперников, грубо говоря, нет. Но все равно мне интересно здесь побегать. Я мог пробежать в городе Орле, тоже там проводятся такие соревнования. Но мне на родине более комфортнее. Именно разный уровень подготовки участников и заставил организаторов отказаться от массового забега. Всего подставлено отдельно 9 дистанций для девочек и 9 дистанций для парней. В каждой дистанции свое количество контрольных пунктов. Самым маленьким, десятилетним, нужно найти 5 контрольных пунктов. А самые титулованные спортсмены должны все 15 контрольных пунктов, поставленных на местности, найти. Полностью новые контрольные пункты оборудованы, которые соответствуют всем стандартам, учитывая все возрастные особенности спортсменов. Они стоят в тех местах, которые отличаются своей какой-то новизной, своей сложностью, чтобы ребятам было интересно в лесу, чтобы в то же время это массовые старты. Поэтому здесь нету задания усложнить так, чтобы контрольный пункт не был найден. Все, что есть у спортсмена – компас и карта, на изучение которой у участника есть всего лишь минута. Программа «Минимум» – не потеряться. Максимум – найти все контрольные точки. Победа не сама цель, в унисон твердят участники. Свежий воздух, спортивный азарт и общение – вот что привлекает всех без исключения в спортивном ориентировании. «Привлекает, как и любого нормального человека. Это природа, смена обстановки, общение с друзьями, соревновательность. Ну и получается масса эмоций. Бывают хорошие, бывают плохие». «Я была в очень многих местах. Это как Пятигорск, Смоленск, Курск, Орел. Ну и другие там города были. У них красиво. Я просто езжу еще и познаю города, смотрю, какие они». На финише в итоге призы и подарки от спонсоров получили все участники забега, вне зависимости от результата, что в очередной раз подчеркивает демократичность этого вида спорта. Дмитрий Кузнецов, Ярослав Кулаков. События. Брянск.